Привет, Лёва. Как тебе завтрак? Нормально, хороший завтрак. Выбор большой. Сочный. Кашка Манны сегодня особо удалось. Я кашку манны не ем, она не полезна. Есть какая-то разница в завтраке между теперешним и то, что было в Турции? Да, в принципе, что там всё есть, то и здесь. Как бы такой разницы нет. В принципе, хорошая, она такая больше домашняя здесь, конечно, скажем так. Ну, еда в России, наверное, похожа на нашу, так что она отличается от европейской кухни. Ну, в целом, неплохо и всё, что нужно, есть в меню, так что никаких проблем. Вкусно. Вкусно. Дима, ты уже в БТ-3 сбор. Как вообще? Освоился? Влился в коллективе? Да, освоился, влился. Всё очень нравится. Всё великолепно на высшем уровне. Что делать, если сосед храпит? Ну, не знаю, Димасик не храпит, он вообще примерно у меня сосед. Каково это жизнь с Максимом, скажешь? В целом нормально, но главное первому уснуть. Потому что, если он первый засыпает, бывает есть вопросы, приходится бить по кровати, чтобы он менял своё положение тела и я смог уснуть. Храпит Максим? Периодически. Когда носик не дышит, как он говорит. Мой сосед бывает похрапывает, так что иногда ему говорю об этом. Иногда, если уже сильно хочется спать, то пытаюсь заснуть и не трогать его. Смотри, вот у нас в армии была такая тема, если кто-то храпит, к нему подходили и со всей туре подушкой по лицу, это гуманно. Я думаю, да. Так я ещё не поступал. Но можно будет попробовать, если это будет уже через год. Ну это армия, это мало гуманного. По твоим рассказам я понял. Если вы траву красили и сугробы квадратные делали. Поэтому я думаю, что это ещё самый лайт, что было в армии. Ну да, возможно. Почему и нет? Ну, если он храпит. Ну, лучше конечно не будить его, пусть он отдыхает. Потом сказать. Может даже перевернуть, когда он спит, подойти. Ну, явно не бить подушкой по голове. Каково это жить в одной комнате с Денисом Щербицким? Ну, я знаю. Никто не живёт со мной. Так что не знаю. А почему, кстати? Вот так получается. Может, ты храпишь? Ну, возможно. Слушай, каково это жить в номере с Дмитрием Бакой? Ну, тут в первую очередь тяжело психологически. А так классный сосед, честно. Тем более мы давно знакомы с ним. Ты уже привык, даже не думаешь уже. Никакого дискомфорта нет. Чем вообще занимаешься в свободное от тренировок время тут? Да ничем, в принципе. Валяемся больше, телек смотрим. Если интернет нормальный, то на Ютубе смотрю что-нибудь. Ну, здесь это проблематично. Поэтому особо ничем. Читаю в интернете, как победить храп соседа. Ну, не всегда нахожу. Только один какой-то Василий с армией писал, что подушку по голове бить. Ну, не знаю, что надо. Ну, вот после второй тренировки хожу в тренажёрный зал. Бассейн, сауна. Восстанавливаюсь. Ну, так ничем. Отдыхаем в основном. Кроме отдыхаю, валяюсь. Фильмы смотрю. Ничем вообще бездельничаю. Телевизор смотрим, лежим, кушаем, спим. Обычно, ну, у нас две тренировки, так что времени мало чем-то заниматься. Обычно это после первой тренировки обед, сон. Вечером это уже восстановительные какие-то мероприятия. И всё, а там уже отбой. И так, можем посмотреть телевизор, какие-то новости почитать. Какие-то свои дела порешать. Сегодня с Нидерландом играем. Как думаешь, какой счёт будет? Ой, счёт не знаю, трудно прогнозировать. Ну, понятно, что будет трудно всё-таки в Голландии. Хорошая команда, сейчас они на подъёме. Был у них спад, но, мне кажется, сейчас в последнее время голландский футбол на подъёме. Это и Аякс, в принципе, и в целом сборная. Поэтому будет тяжело, но будем рассчитывать, что наши ребята дадут бой и интересная игра получится. Какие прогнозы могут быть? Не знаю. Тяжело будет. Ну, я думаю, очень тяжело. Если одно очков привезут с Голландии, я думаю, это будет хороший результат. Ну, тяжело сказать, конечно. Всегда переживаешь за сборную и надеешь на положительный результат. Я думаю, что если сыграют организованно и воспользуются слабыми сторонами Голландии, то я думаю, что будет положительный результат. Хотелось бы, конечно, чтобы наши выиграли. Посмотрим. Я думаю, получится, как и у нас с Арсеналом. Может, залететь что-то.